привет и друзья вы на канале колдун блог с вами катяров танки сегодня у нас пойдет речь и быть 6 но в общем об этом танке уже сказано было немало в том числе и мной вот но так как у нас принципе давно не было видео по данному танку и на мой взгляд есть еще о чем поговорить вот то данное видео думаю быть интересным довольно таки большому кругу лиц особенно тех которые интересуют данная машина как объект для фарма вот и если так вот рассуждать касательно данного боя да то он ярко демонстрировать тот скажем круг способностями которые обладают данный танк как вот машина ближнего боя принципе всегда и казалось что оптимально себе этот танк чувствует именно на коротких дистанциях потому что он отлично танкует у него неплохая довольно таки боя броня плюс она имеет обтекаемые формы и из-за этого откосы различные из-за этого там пробить тяжелее чем некоторые другие модели но правда вот башня конечно не такая как у китайского 112 эти голдой фсм нас прошибает правда честно говоря я не совсем понимаю иногда бывает и бронебойными но это редко чаще всего именно фсм и такие одни голдой пробивает я единственное не понимаю какой смысл такого фарма на фсм чтобы стрелять голдой но тогда уже наверно нужен какой-то другой танками премиумной который должен фармить при этом стреляли голдой зачем какой смысл статистика чтобы мамка похвалила ну вот в чем смысл ну в любом случае башня конечно не такая как у 112 но стабилизация пушки в целом получше немножко то есть вот нет таких прям заметного такого разброса как у китайца пушка чуть-чуть получше уступает она правда тем что у нее пробитие под калибрами здесь едва это до едва до 220 это не доходит до а у китайца пробитие кумулятивом 250 когда-то было 300 но потом по нерфили вот зажали конечно этот момент я немножко упустил не успел я в свое время поиграть но китайцев когда у них было просто шикарная голда с пробитием 300 это было просто нечто но к сожалению по нерфили да и в общем сейчас такой халявы нету вот видите отлично танкует да то есть до сих пор не никак не получается противника пробить это все благодаря вот этим замечательным скосом ну а короткая дистанция позволяет нам не сильно переживать по поводу того что можем не попасть на вот видите танкуем здесь вот есть четко в центр башни до плюс там даже сзади то есть ну вот кстати в этом плане 6 7 китайцев сзади даже сзади он покрепче вы чем китайц вот китайца хороша правда лобовая броня очень хороша то есть вообще без претензий да но здесь как видите попасть потому что китайца да есть так вот анализировать у него вообще сплошной предний бронелист нет вот этих скосов которые как бы для лобовой брони лучше но кто ты танкуешь ромбом китайцу немножечко легче потому что у него абсолютно ровный в л.д. да и вот эти вот самые скосы которые помогают при стреле в лоб они играют против нас когда мы танкуем используя постановку ромбом на отыгрывая в л.д. китайцы в этом плане проще и со 6 чуть чуть посложнее но вот как видите несмотря на это все нас столь же мощные фугасы вот сейчас уже яхтигр отчаялся стрелять бронебойными начал стрелять фугасами даже закрыта вал нас ну в общем спасает от это очень хорошо подбой вот рекомендую его поставить если тем более у вас опытный экипаж много изучено скиллов разных то не помешает ну и как в принципе это не странно хотя я бы не назвала 6 прямо что настолько критуемая машина в плане боекомплекта но если сравнить с его вот клоном фактически дайка очень похожим танком который нают сейчас правда его уже убрали из свободного доступа но многие сильно сильно сомневались что до сих пор что что им выбрать да тем более 12 он появляется премиум магазине довольно часто вот и как бы сказать китаец он него даже сравнение с и сам 6 ему чаще повреждается боеукладка он вообще очень критуемый танк и у китайца одна большая проблема которая называется пожароопасность очень высокая то есть в этом плане танк китайский просто ужасен ему если 6 может принципе спокойно жить и вообще даже без прокачанных какие-то одним членом экипажа там навыкам пожаротушения да и принципе этого будет хватать на все случаи жизни да то китайцу без прокачанной там чистоты и порядка и пару танкистов должны обязательно изучить здесь ведь прощает ошибки там то есть до попадание под углами и ничего не здесь он сзади до танковал видите красиво то есть даже сзади атакуют ставьте ромб попадание в борта часто проходит безболезненно для нас абсолютно даже там серьезные калибры конечно в корму пробивается если немножко поигрываю с этим елкой их сложно конечно обмануть но выглядит все легко и красиво на самом деле вот с такими танками самое главное не нервничать и вроде короткая вот это вот такая вот игра столкновения на нервах игра на нервах она вот я сейчас смотрю и тогда когда запись идет я понимаю что момент сам этот длился там доли секунды и доли секунд а мне тогда казалось что он длился порядка 10 секунд в такие моменты немножко время замедляется ну и пить и я часто использую фугасы да поскольку они универсальны они пробивают любые цели при стрельбе по гусеницам там есть то можете пробить но и вот проблема которую я не ты говорил начал говорить о 112 китайца этого повреждения бы как видите несмотря на то что у меня танкистов изучен там бесконтактная боевая кладка но она добавляет там всего двенадцать с половиной процентов к прочности быка все-таки можно сказать что модуль мокрая боевая кладка для этого танка будет весьма и весьма полезным ну если нет у вас слота вы заняли чем-то что кажется вам более важным то вот такой вариант есть поставить рим комплект обычный поставить рим комплект голдовый на все случаи жизни то есть если вам там выбивают уже пока еще какие-то модули то он спасает и честно говоря вот это мне пришло на ум уже после нескольких сотен боев на нем я вот решил поэкспериментировать поставить и я понял принципе что данный момент действительно работает и он уже в нескольких боях меня реально выручал то есть эта вещь вполне себе полезная плюс как вы знаете там наличие большой большого рим комплекта добавляя там пункт 10 или 15 процентов к защите от повреждений то есть вероятность повреждений снижается вот вы видите вот такой короткий но довольно интересный насыщенный бой я принципе обожаю такие бои они не слишком напряженные они не выжимают из вас все соки но при этом там за бой 80 тысяч заработал потом за вычетом единственно что есть большие затраты були по рим комплекту да если есть возможность там нафармить эти римки или купить с скидкой то то используйте их конечно же вот ну а так принципе даже за вычетом всей стрельбы плюс фугаса дешевле настроить стоит чем бронебойная эффективность их попадания была довольно таки высокая там плюс критические попадания прочее то в общем без учета стоимости большого рим комплекта это доходная составила примерно 65 тысяч то есть весьма весьма хороший результат вот такие вот самые лучшие бы и на мой взгляд их можно провести много они вас не выматывают и при этом стабильный доход то есть буквально там с десяток таких боев полмиллиона вас уже в кармане вот вот такое мое мнение по данному танку было опять же будущем у нас будет видео по 112 где я снова было о нем говорить да и вот по частичкам выкладывать вам информацию поскольку многие не любят очень длинные гайды вот им проще смотреть там посмотреть один там ролик по и су-6 там длительность 10 минут например да потом следующий ролик там длительность там 8 12 минут по 112 мы потом еще там по льву какой-нибудь там на 10 минут уже гайдик посмотреть вот поэтому я наверное буду так и делать и выкладывать по такие не слишком длинные но довольно такие разнообразные по премиум машинам высокого уровня в основном но и по уровню чуть пониже так что у вас будет возможность в каждом ролике не сильно напрягаясь и по времени и там концентрации получать нужную информацию и выбирать себе подходящие интересные танки ну на этом все пожалуй кстати посмотрите насколько еще красивый он этот и шесть приятно реально смотреть на него вот машина красивая он принципе до hd не был таким уж прям он был в принципе симпатичный всегда но сейчас мы просто красавчик единственно что вот когда перевели в иди вот это бревно сильно раздражало но потом меня вопрос уже не обращаешь внимание плюс машина симпатичная как я говорю это всегда немножко добавляет как бы комфорта к игре что ли приятнее играть на красивой машине и нет слов мощности которая есть у льва или вот и 34 который просто порой выбешивает абсолютно машин довольно динамично как для тяжелого танка это тоже еще один плюс вот такое у меня мнение такое вот информационный небольшой посыл вашу сторону в отношении 6 если вам интересны другие премиумные танки пишите что вас интересует первую очередь и поговорим уже об этих танках